Партира холодна, канализация неисправна, дома разваливаются, коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалоб жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Неразлей вода с обогревателями. Жители многоквартирного дома на Малахова 31 замерзают в своих квартирах. Отопление им так и не дали. У нас дом не отапливается. Меня как маму, как жителя этого дома очень беспокоит, так как у меня страдают дети. Они сейчас болеют. Мы не ходим в садик со старшим ребенком, так как мы находимся на справке. У нас очень сильный кашель. Дождались тепла, но попрощались с дорогостоящим ремонтом, с запуском отопления. В многоквартирном доме на Гущино закончился наводнением. Запустили отопление, наконец-то. Смотрите, что у нас делается. Вот это вот, это все ДЭС-1. Путь домой только через фекалии. Первый этаж многоэтажного дома топит уже пять лет. Причина – ветхая канализация. В Барнауле есть вот такой вот своеобразный трон. Очень похожий на трон из сериала «Игра престолов». А многие барнаульцы уверены, что с наступлением холодов весь наш город становится декорацией к этому сериалу. Зима оказалась ближе, чем думали барнаульцы. Уже третью неделю горожане замерзают в своих квартирах. Отопительный сезон стартовал две недели назад. Однако батареи потеплели далеко не во всех домах города. Так, жильцы дома на Малахова, 31, уже две недели добиваются тепла от своей управляющей компании. Но пока безуспешно. Обычно после пробуждения малыши тянутся за вкусняшкой, но не в этом случае. Не успев открыть глаза, годовалый ребенок и его мама тянутся к обогревателю. Отопления в квартире нет. Вот так включаем, да? С 21 числа уже дали отопление, по сути, по всему городу. У нас дом не отапливается. Меня как маму, как жителя этого дома, очень беспокоит. Так как у меня страдают дети. Они сейчас болеют. Мы не ходим в садик со старшим ребенком, так как мы находимся на справке. У нас очень сильный кашель. Без аппарата для ингаляции уже никуда. В доме на Малахова холодно и сыро. Обогреватели и одеяло уже не спасают. В управляющую компанию «Октябрьские» жители обращались неоднократно. В управляющую компанию, да, я обращалась не один раз. И по телефону, и через заявление. На все заявления, которые я писала, мне не пришел ни один ответ. Обращалась уже я и в жилищную инспекцию. Тоже молчат. На кухне 14 с батареей я могу нагревать максимум 19 градусов. Батарея обогреватель? Да, масляная батарея, небольшая, но она у меня не выключается 24 часа в сутки. Мне просто само по себе это очень тяжело. И спать с ней как-то страшновато. Очень-очень холодно, спим под двумя-тремя одеялами, ходим в носках. И вот, говорю, обогреватель, вот эта ветродуйка, то есть, соответственно, это тоже как бы сейчас намотает электроэнергии. Управляющая компания не реагирует, обещает завтрак, ну, кормит нас завтраками. У вас ветра сейчас там занимается в данный момент? Ну, просто уже почти две недели нет. Ну, если там забивается все песком, прочищает, промывает. Какие сроки примерно подключат ждать отопления? Когда? Я не могу сказать, какие сроки. Министр ЖКХ Евангелев на прошлой неделе пояснил, что подача тепла в общую систему теплоснабжения была осуществлена вовремя. Однако некоторые управляющие компании из-за коммунальных аварий до сих пор не подключили дома. В процессе запуска и в крупной энергетике, и в малой энергетике, когда давление поднимается, а летом, например, система не была заполнена, или параметры увеличиваются по температуре или по давлению, возможны порывы, и они происходят, и в процессе запуска, постоянно, это, к сожалению, наверное, норма сегодня. Запускаем тепло, обнаружим 2-3 порыва, устраняем, на это время тоже уходит, и, возможно, сегодня, сейчас и по Барнолу, где нет, где-то нет теплоснабжения, поскольку устраняются какие-то аварийные ситуации. Мало того, что в квартирах на Малахово холодно, так еще и отсутствует горячая вода. На данный момент, я включаю ее, вчера ее, то есть она была холодная, сейчас она теплая, у нас теплая, у нас теплая, такой водой высота нереально. А по квитанциям, получается, то есть квитанция приходит за сентябрь, квитанция пришла, получается горячее водоснабжение, подогрев, вот, мы платим деньги. Перерасчета за воду УК не делает, жалуются люди. Компенсации за электричество им тоже никто не выплатит. Кстати, после нашего вопроса диспетчер, управляющий компанией запустит ли отопление на Малахово 31, хотя бы к зиме она бросила трубку. А между тем барнаульцы все еще продолжают мерзнуть и болеть. Почему мы должны страдать? Как собственники, как вообще люди с детьми? Вот для меня это, ну, из ряда вон уже. Белые ходоки, фантастика или реальность? Замерзнем мы этой зимой или все-таки выживем? Что-то, глядя на все это, я уже не могу дать однозначного ответа. Есть такое выражение «бойся своих желаний», оно может исполниться. Так и произошло с жильцами дома Нагущина. Люди очень хотели, чтобы поскорее включили отопление. Его включили, но запуск тепла привел к настоящему стихийному бедствию. Вот, посмотрите, что у нас делается-то. Запустили отопление, наконец-то. Смотрите, что у нас делается. Вот это вот, это все ДЭС-1. Обратите внимание, вот смотрите, все бежит. Вот, вот смотрите, вот это вот все капает, это бежит все с потолка. С люстры лило, очень сильно лило, то есть следы остались. Вот этот шов он лопнул. Ну, я в прошлом году его делала ремонт, но, короче, ремонта уже нет. Вот диван, пожалуйста. Я диван мокрый, стелю кремат и сплю. Потолок в подтеках, диван промок, обои отошли. Таковы последствия запуска отопления Нагущина-193. Тепло в дом должно было прийти еще 21 сентября. Однако этого не произошло. Люди замерзали в квартирах. Подача тепла стартовала лишь 27 числа. Уж лучше бы не стартовало, говорят люди. Вот здесь фонтанировало, то есть струя была огромная. Мы собрали 15 ведера воды, может быть, даже больше. То есть вода, вот Людмила Борисовна, помогала нам, вода была горячая. Ну, оно уже подсыхать начало, нам через двое суток только дали тепло. Постепенно-постепенно начало высыхать, ну, запах сырости и гнили стоит. Мне ковер я сдала в чистку, потому что, ну, я не смогла... Скажите, ущерб на какую сумму? Примерно. Если в современных ценах, ну, где-то миллион на полтора, потому что книги, по книгам вода потекла, у нас книг несколько тысяч, шкаф тоже сдулся с обратной стороны, и сегодня тоже еще вода постепенно выходит, выходит, выходит. В день запуска отопления пострадала не только квартира Елены. Ущерб на сотни тысяч рублей и у ее соседки Надежды. Видите, как уже повело его? Он уже разбух. Вот, видите, все основание? Здесь тоже была вода, плескалась. Все повело. У нас отвалились обои, посмотрите, пожалуйста. Обои отвалились там, там. Вот, двери разбухли, двери дорогие. Как восстанавливать, не знаю. Специалисты управляющих компаний ДС-1 после коммунального ЧП приходили к пострадавшим, делали фотографии, и на этом все. Никакого акта они не составили. Сумму ущерба какой-то не назвали? Нет, ни о чем, все по-смешному. Вот, и потеки, и вот это все. И кроме того, кроме того, у меня загорелась проводка. У меня загорелась проводка, муж отсутствовал. Вот, и я стала звонить по этому телефону 43-85-68. Опять звонить, думаю, что делать-то, я одна. Музыка и сброс. Я ушла ночевать в другое место, потому что я боялась, загоримся. Помощи от ЖЭУ никакой. Старшая по дому Людмила Борисовна рассказывает, что потопа можно было избежать, если бы управляющая компания подготовила дом к запуску отопления. И когда начали запускать отопление, во всем доме оно оказалось, а в первом подъезде, где у нас потом случился потоп, один стояк не запускался. И мы с жителями, вот, инициативной группой полезли в подвал. И обнаружилось, что этот стояк не запускается, потому что там нет трубы, которая должна быть к отоплению подключена. У нас фотографии есть, мы сфотографировали. Вот, и еще когда пошли по трубам, труба отопления у нее, как сказать, в трех местах из-под изоляции капала вода. Ну, то есть, опрессовку, по-видимому, не проводили. Акт осеннего осмотра и паспорт готовности дома к отопителям у сезона жильцам в управляющей компании не показали, хотя они просили. В ДЭС нас заверили, что провели опрессовку. А по поводу порыва, который совпал с запуском отопления на доме, директор сказал, что УК здесь ни при чем. Дело в том, что не мы виноваты. А кто виноват? В 15-й квартире, в которой зашли и открыли кран. У нас такие случаи бывают, люди батарею летом снимут и не поставят. Поэтому мы пишем обвинение, что, уважаемые собственники, с такого числа происходит запуск отопления. Просим вас закрыть краны и тому подобное. А эти пришли, отопление, ага, надо будет смотреть, отопление дали от краны. Воды нету, воздуха нету, развернулись и ушли. Ни о какой компенсации от УК не может быть и речи. Директор ДЭЗа отправляет пострадавших от коммунальной аварии выяснять отношения с соседями, из-за которых произошел потоп. В целом, подъезд этого многоквартирного дома выглядит вполне себе нормально. Но если принюхаться, что-то вызывает подозрения. А вот что, то, что обычно приличные люди соседям не показывают. Это постоянно так? Ну да, вот. Это вот все волшебство у нас круглый год. Отходы жизнедеятельности прямо под ногами жителей. Они ходят по ним ежедневно, уже на протяжении пяти лет. Ходят и задыхаются. От неприятной картины люди пытаются избавиться своими силами. Топит постоянно, каждый день, можно так сказать. Складывались даже жильцами, чтобы откачать эту всю красоту. Видите, уже тут все отваливается, разваливается. Вон там вода стоит. И это самое, что интересно, все лежит под лестницу. Соответственно, здесь все тоже разваливается. И никто ничего сделать не может. Подвала в доме нет. Поэтому канализационные рейки текут по первому этажу. Стекают низину под лестницу. Причина ежедневных потопов – ветхая канализация. Ходим с закрытыми глазами, крысы ползают под ногами, прям пища. Такая управляющая компания ничего не делает, потому что даже кто звонит с администрации, они говорят, у нас дом в хорошем состоянии. Управляющая компания «Ренессанс», которая обслуживает дом, предлагает жителям чинить канализацию и в целом возрождать дом своими силами. Ну, вот такой вот у нас подъезд. Мы вот на третьем этаже своими руками, видите, у нас что, своими руками, что смогли, то мы сделали в том году, вот, солей. А так никто ничего не делает у нас вообще. Хотя бы даже, знаете, мы готовы были бы сами, жильцы, да, выделите нам, например, краску ту же. Мы готовы были сами это все заштукатурить и все сделать. Почти 4 миллиона накопленные на капремонт ушли на укрепление фундамента дома и ремонт крыльца, рассказывают люди. Если могли увидеть, заметить, что у нас якобы новый порог. Этот порог делали зимой. Вже снег был? Да. Соответственно, в середине зимы этот порог уже весь сломался. Почему в приоритете оказалось крыльцо, а не ветхая канализация, мы попытались выяснить в управляющей компании, к диалогу там были. Не готовы. На телефонные звонки так и не ответили. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...